Алга, Казахстан. Я хотела обратиться к вам. Я давно-давно, еще когда была школьница, прочитала какую-то книгу, я не помню название, но она меня поразила тем, что это было про Золотую Орду. И глава, это была глава в книге, которая была о том, что на какое-то княжество, ну, например, Московию, был совершен налет, например, к ханам Батыем. Я, опять же, могу все путать. Но это художественная книга, поэтому, конечно, там все, часть выдумана. И князь был убит вместе со своей семьей, кроме девушки. Дочь оставили в живых, и хан взял ее к себе в наложницу, да, или как, в жены. Вот, и меня это очень сильно поразило, сама эта мысль, что убили всю ее семью, а ее не убили, и берут наложницу. И, ну, я думаю, конечно, должна была как-то сопротивляться, бежать, вот, убить. Я не знаю, что-то, ну, как бы я еще была такая молодая, и я пыталась разобраться в этой ситуации. И, значит, дальше повествуется о том, что он не взял ее силой, он ее не привязал, он ее не, там, обеззубил. Вот я слышала в Буче девочек, молодых девочек, там, 14-12 лет, были вырваны зубы и изнасилованы девочке. Вот, то есть, ну, русский стиль, то есть, изнасиловать, побить, сломить волю. Нет, он не ломал ее волю, единственное, что она помнила, как рубили ее родители. Вот, и, значит, сколько-то времени он ее не трогал. И каждый раз он приходил, давал ей еду, и она сидела в юрте. А потом как-то она наблюдала за его поступками, за его... Он немногословный, он как бы не пытался как-то ей польстить ничего. И постепенно она как-то начала его ждать в юрте. А потом прошло время, она его полюбила. И вот какой-то там, сколько там глав спустя, у них уже брак, то есть, они поженились. Она уже знает все традиции, ну, вот, как там нужно было встречать мужа, как ухаживать за конем. Она уже одевается, как, получается, мусульманка, да, разговаривает по-тюркски. То есть, она превратилась в тюркскую женщину. И у нее под сердцем ребенок, которого она очень ждет, она очень любит своего мужа. И когда он совершает набеги на Московию, она переживает за своего мужа. То есть, раньше он был для нее врагом, а теперь она его любит. Вот, и очередной раз, когда он уехал куда-то с набегом или что-то, решая свои вопросы, появляя... А, вот, вспомнила, не убили ее младшего брата. Там был маленький, ну, как бы, она была, например, ей 17, а ее брату было 12. И хан не тонул ее брата тоже. То есть, он убил просто родителей, то есть, мать и отца. Вот, и кончается дело, что она, говорю, носит под сердцем ребенка, ждет мужа очередного какого-то похода. И ее находит ее брат, который уже вырос, там, примерно, ему 20 лет. И он говорит там, типа, Елена, я тебя нашел, побежали. Это я прекрасно помню момент. И вот эта вот ломка, что она любит своего брата, и в идеале она на московитке или кто-то такая, да. А с другой стороны, она изменилась, этот перелом произошел, что она любит своего мужа. И в момент, когда она его увидела, она к нему кинулась. Там, не знаю, Андрей, там, что-то такое. Она его обнимает, целует, и он говорит, пошли, у меня вот конь для тебя есть, мы должны бежать. Сейчас, никто нас не ждет, не видит. То есть, ну, нет никакого шпиона, который бы следил за женой Хана. Вот, и в этот момент она вдруг понимает, что она больше не московитка. Она стала одной из этих тюркских женщин. Она сказала, что беги, я тебя, ну, не трону, ты должен, то есть, не буду тебя хватать, но я теперь они. Я теперь одна из них. То есть, я полностью изменилась. Мои дети придут тебя убивать. Ты должен целовать ноги моего мужа. То есть, не то, что она перепрыгнула с одного стебелька на другое, да. Нет, она приняла полностью эту культуру. Она приняла полностью эти традиции. Она полюбила своего Хана целиком. Не просто как мужчина, а полюбила именно его со всеми традициями. Я, опять же, не помню я, к сожалению, о чем. Но даже если этот автор никому не известен, он зацепил меня именно идеей, что культура Золотой Орды была настолько сильной, настолько в каких-то глазах справедливой, настолько великолепной, настолько правильной, настолько глубокой, что можно было отказаться от своей семьи, от своей родины, чтобы стать женой достойнейшего из достойных и рожать ему детей, и отказаться потом от брата. Вот этот момент я помню. Просто хотела, чтобы вы прокомментировали. Вы слышали такие истории, когда были смешанные браки, и именно не потому, что наложницы, не потому, что силы брать, а именно из-за того, что культура Золотой Орды, мне кажется, об этом мало известно, но в любом случае для меня, я бы хотела побольше об этом узнать, что культура Золотой Орды, от нее просто нельзя было как бы отмахнуться. Настолько она была в свое время великолепной. Почему мы ее сейчас не изучаем, я не знаю. Еще раз, Алга, Казахстан.